Итак, нас ждут последние речи Заратусла в этой части, последние главы. И эта глава, естественно, тоже о новой добродетели. Да, я, конечно, хотел вам вернуться и сказать, что вы должны понимать, почему Заратусла пытается заставить ребёнка замолчать. Для этого надо будет прочесть соответствующий отрывок из несвоевременных размышлений и из... Человеческого, слишком человеческого? Сложно, не помню. Где Ницше будет говорить о том, что коллективная жизнь и жизнь большинства людей невозможна при условии победы и выучения о становлении, то есть победы и выучения об отцовстве истины. Его маленькая истина кричит, истины нет, делай, что хочешь. Но для большинства людей это смертельная истина, смертоносная истина. И потому Заратусла затыкает ей глотку. Следующая глава о следующей добродетели. О новой справедливости. Однажды Заратусла заснул под смоковницей, ибо было жарко, и положил свою руку на лицо. Ну, я думаю, вы знаете, что такое смоковница. Тут припал туда змея, и укусила его в шею, так что Заратусла скрипнула в бою. Однажды кто подрицал после этого змею, когда узнала на глазу Заратусла, и плюс отвернулась и хотела бежать. Да, все это случайность. Этот поступок змеи ненамеренный. Она не видела его лица, он уснул и так далее. Погоди, сказал Заратусла, я еще не поблагодарил тебя, ты рассмотрел на меня вовремя, мой путь еще долг. Твой путь уже коротко, ответила печальная змея, мой яд убивает. Заратусла улыбнулся. Так, когда же дракон умирал от яда змеи, сказал он. Возьми обратно свой яд, и не настолько богато, чтобы дарить его мне. Тогда змея вновь обвелась вокруг его шеи и стала лизать его ран. Когда Заратустра однажды рассказал это своим ученикам, они спросили, в чем же мораль твоего рассказа был Заратустра? Заратустра отвечал на это. Уничтожителем морали называют меня добрые и праведные. Мой рассказ о морали. Если есть у вас враг, не платите ему за зло, добро. Да, как-то вот это будет новый завет. Ведь это устыдило бы его, напротив, докажите ему, что он сделал для вас лично доброе. И лучше гневайтесь, но не стыдите. И не потому, что стыд вызывает зависть, и зависть вызывает чувство мести. Когда, когда проклинают вас, мне не нравится, что вы хотите благословить, лучше прокляните и вы немного. Да. О чем говорит Заратустра? О том, о чем говорит Ницше в генеалогии морали. Почему господа не проникаются друг к другу к чувствам мести? Почему они не проникаются друг к другу рессентиментам? Давайте задаемся вопросом, почему рабы проникаются к господам рессентиментам? Потому что господа равны, а... Не-не-не-не-не-не-не. Потому что они не могут отомстить. И тогда в них проникает дух мести, они изобретают иные миры, где будет отомщено за них. И господа сразу мстят? Господа мстят сразу. И это автоматически освобождает их от духа мести, от духа мщения. Вас обидели? Немедленно верните обиду и забудьте про нее. Свойство рессентимента, которое заставляет его... Господин забывает тут же. Почему? Потому что если бы он помнил, было бы невозможно жить. Жизнь полна поражений и полна неудач. Не бывает блестящей жизни. И поэтому человеку необходима способность забывать. Только рессентимент обладает памятью, которая помнит все. Если случалась с вами большая несправедливость, скорее сделайте в ответ 5 малых. Ужасно смотреть, как кого-то одного дали несправедливость. Разве вы уже знали это? Да, и главное, не стыдите по одной причине. Даже мысль... Стыд это ужасный шланг. Даже мысль о пережитом стыде снова вызывает стыд. Разве он несправедливость уже на вторую справедливость? И тот должен взять на себя несправедливость, кто сможет нести ее. Маленькое мщение более человечное, чем отсутствие всякой мести. Если наказание не есть, так же право и честь для нарушителя, то мне не нравится ваше наказание. Благороднее признать себя неправым, чем оказаться правым, особенно если ты прав. Только для этого надо быть достаточно богатым. Я не люблю вашу холодную справедливость, и во взоре ваших судь глядят на меня палач и его холодный меч. Да, помните о бледном преступнике. Скажите, где же находится справедливость, которая есть любовь со зрячими глазами? Создайте же мне любовь, что вынесет не только всякое наказание, но и любую вину. Создайте же справедливость, оставьте мне справедливость, которая оправдает всякого, кроме того, кто судит. Вы хотите слышать еще и это у того, кто хочет быть глубоко справедливым, даже ложь обращается в человеколюбие. Но как бы я мог быть совершенно справедливым? Как мог бы я каждому отдать свое? Да, но совершенная справедливость недостижима, она и не нужна. Лучше полусправедливость или маленькая несправедливость, чем совершенная справедливость. О чем говорит золотухство? Нельзя нарушить свои принципы ради хорошего. Например, нельзя лгать ради него. Это невозможно. Угу. Мне достаточно, если каждому я отдаю мое. Наконец, братья мои, стерегайтесь, будь справедливым. Да, что это значит, отдаю мое? То есть, несу учение о сверхчеловеке. Как бы мог отшельник забыть? Есть ли в сверхчеловеке справедливое и несправедливое? Не отдаляется ли он прочь от всякой справедливости и несправедливости? Не одно ли это из тех понятий, о которых мы говорили раньше? Понятия, которые должны быть упразднены, чтобы можно было жить? Наконец, братья мои, стерегайтесь, быть несправедливым к отшельникам. Как мог бы отшельник забыть? Как мог бы он отплатить? Да, а у отшельников самая длинная память. И их месть самая страшная, потому что они мстят не физически, они мстят духовно. Глубокий родник отшельник, легко бросить камень от него, но если упал он на самое дно, скажите, кто захочет снова достать этот камень. Остерегайтесь обидеть от сшельника. Да, именно поэтому, теперь мы знаем, именно поэтому Золотусство ничего не сказал святому. Твой Бог умер, твоего Бога нет. Святой очень обиделся бы на это. И последнее. Остерегайтесь обидеть от сшельника, но если вы это сделали, то и убейте его. Так говорю Золотусство. Но вы знаете, знаете, о чем будет речь. О ком идет речь? Но если вы сделали это, то и убейте его. А Макиавелли, когда ты убил правителя, убей и всю его семью, потому что пока существует семья, существует возможность, что за тобой придут. Что говорит Макиавелли? Макиавелли говорит, убивай невинных. Это и есть справедливость. Это какая-то новая справедливость для Макиавелли. Мы хотим сказать эффективность и неэффективность. Потому что если ты не убил, они придут, это неэффективно. Но Золотусство не говорит об этом. Золотусство говорит о чем-то более важном. Хорошо. Золотусство поговорил об одиночестве. Поговорил об истине. Поговорил о справедливости. Пришло время поговорить о предпоследнем, что делает человек. О ребенке и браке. О ребенке и браке. Есть у меня вопрос к тебе одному, брат мой. Подобно свинцовому лоту бросаю я этот вопрос в твою душу, чтобы знать, как глубока она. Ты молод и желаешь ребенка и брака, но я спрашиваю тебя, тот ли ты человек, что имеет право желать ребенка. Победитель ли ты, укротивший себя, победитель чувств господин своих добродетелей. Так спрашиваю я тебя. Или в твоем желании играет звер и естественная потребность. Или одиночество. Или раздаться мим собой. Смотрите, не всякая добродетель теперь является правительницей. Не всякая добродетель хороша. Ты господин своих добродетелей или они твои господа. Я хочу, чтобы твоя победа и твоя свобода тосковали по ребенку. Живые памятники должен ты строить свои победы и своему освобождению. Вы выше себя должен ты строить. Да, и это важное замечание. Золотусство двигается к следующему. Даже ребенок должен быть твоей тоской посвел к человеку. Вперед себя ты должен создавать. И создавать вперед себя ребенка. И сделать его лучше, чем ты сам. Конечно, конечно, конечно. Но это уже будет значить, что не каждый имеет право на ребенка. И не каждый имеет право на брак. Но сперва ты должен построить себя сразмерным отношением тела и души. Не только вдаль можешь ты насаждать себя, но и ввысь. Да, поможет тебе в этом самом сад супружество. Да, не только вдаль, в смысле в будущее, но и ввысь, в смысле выше себя самого, в смысле с помощью другого существа. У меня вопрос, почему он здесь разделяет тело и душу? Потому что это обращение к ученику. Высшее тело должен создать ты, первое движение и вечно вращающееся колесо. Да, снова ребенок, вечно вращающееся колесо. Созидающего должен создать ты. Созидающего должен ты создать. То есть, Затусство говорит, мало самому вырваться из плена коллективной морали. Своему ребенку вы должны сделать большее одолжение. Он должен выйти из колеса родившись. Он должен выйти из плена коллективной морали родившись. есть, самим фактом своего рождения он никогда не должен туда попасть. То есть, по сути, нужно бросить ребенка? Нет, по сути, нужно воспитать его сразу противоположно коллективной морали. Но это же все равно как бы человек насаждается моралью. Не получится иначе. Нужно круг превращений неизменен. Но ваша мораль сразу отделит ребенка от всех остальных. Потому что все остальные останутся частью коллективной морали. Пусть брак, так называя волю двух создать одного, который больше тех, кто его создал. Почтительность друг перед другом, как перед желающим подобной воли называя браком. Пусть это будет смыслом истинно твоего брака. Но то, что он называет браком многое множество, это лишнее. Ах, как назову я это? Естественно, золотовство против всякого брака, зафиксированного церковью или государством. Не в штампе и не в кресте смысл брака, а в ребенке, который есть выше, чем те, кто его создал. Ах, это бедность души вдвоем. Ах, это греясь души вдвоем. Ах, это жалкое самодовольство вдвоем. Браком называют они все то, все это. И они говорят, будто браки заключены на небе. Так вот, мне не нравится это небо лишних людей. Нет, не нравятся мне они, эти окутанные небесной сетью звери. Пусть подальше остается от меня Бог, который прихрамывая идет благословлять то, чего он не соединял. не смейтесь над этими браками. У какого ребенка нет причин плакать из-за своих родителей. Достойно казался мне этот человек и созревшим для смысла земли. Да, созревшим для смысла земли. Это каким? Что есть? Да, приближенным к смерти человеку, готовым к смерти человеку. Но когда я увидел его жену, земля показалась недовольным для умолешенных. Да, это страшно, потому что некоторые люди достигают своего но они не хотят создавать дальше себя и потому они плохо выбирают того, кто должен родить им ребенка. Да, я хотел бы, чтобы земля дрожала в судорогах, когда святой сочетается с гусыней. Один вышел как герой на поиски истины, а в конце концов добыл он себе маленькую наряженную ложь. Своим браком называет он это. Да, но не только у высших людей не получается брак, у большинства не получается брак. Другой был недоступен в общении и разборчив в выборе, но одним разом использовал навсегда свое общество. Своим браком называет он это. причина проблемного брака это причина заключающаяся в неспособности выбирать женщин. И именно поэтому золотовство так много говорит своим ученикам о женщинах, но не говорит о женщинах самим женщинам. Слепота и неправильность выбора, попытка положиться на аффекты, попытка подчиниться сводострастию и так далее, и так далее, и так далее. Золотовство против всего этого. Так как женщина есть источник ребенка, женщина должна быть выбрана особенно хорошо и особенно тщательно. Третий искал служанки с добродетелями ангела, но одним разом стал он служанкой женщины и теперь ему самому надо бы стать ангелом. Осторожными находили теперь всех покупателей и у всех были хитрые глаза, но хитрейший все же покупает жену в мешке. Много кратких безумств. это называется у вас любовью и ваш брак как однодлинная глупость кладет конец многим кратким безумствам. Да, брак убивает любовь. Ваша любовь к жене и любовь к мужу, ах, если бы могла она быть жалостью к страдающим и сокрытым богам, но почти всегда два зверя угадывают друг друга. И даже ваша лучшая любовь есть только восторженное подобие и болезненный пыл. Она факел, который должен однажды вы должны любить превыше себя. Так научитесь сначала любить, потому вы и должны испить горькую чашу вашей любви. Горящие с чашей даже лучшей любви. Так возбуждает она тоску посверх человеку, так возбуждает она жажду в тебе созидающим. Жажду созидающим стрелу и тоску посверх человеку. Скажи, брат мой, это не твоя воля к браку. Священная для меня такая воля и такой брак. Так говорил Заратус. Даже брак должен заключаться с идеей, с целью. Брак не должен быть результатом, брак должен быть средством. Брак не цель, брак это средство. И это средство не жить лучше, потому что тогда это грязь и жалкое довольство собою. Это средство не жить комфортно, потому что тогда это грязь и жалкое довольство собою. Это средство создать нечто большее, чем ты сам. Но, естественно, тогда это насилие и принуждение. И ничего кроме этого. Особенно в случае женщины. Впрочем, это такая глава, которая говорит больше сама за себя. Следующая глава. О свободной смерти. О свободной смерти. Это последняя перед дарующей добродетелью глава. До сих пор, какой была смерть? Вынужденной. Вынужденно умирали люди и нехотя. За то, кто хочет, чтобы смерть была результатом боли, теперь смерть должна стать только результатом боли. И потому каждый должен умирать от собственной боли. По собственной воле. И потому каждый должен умирать раньше. И поэтому ничего не случается. Ну, это часть победы. Да, да, да. Не дайте... Рано или поздно вы достигнете своего пика. Что после пика? Только доградация. Тянуть время зря это значит наблюдать, как ты разлагаешься заживо. Посмотрите на стариков. Часто они уже не соображают, но все еще цепляются за жизнью. Это жалкое зрелище. Недостойное зрелище. По крайней мере зрелище недостойное того, кто тянулся к сверхчеловеку. Многие умирали слишком поздно, а некоторые умирали слишком рано. Все еще чуждо звучит учение «умри вовремя». Да, умри вовремя. Вот заповедь золотустра. Одна из заповедей золотустра. Умри вовремя так звучит золотустра. Так учит. А, так учит золотустра, да. Конечно, кто никогда не жил вовремя, как мог бы он умереть вовремя? Еще бы лучше никогда не родиться. Так советую и лишним. А, ему лучше бы никогда не родиться. Ему бы лучше никогда не родиться. Помните, это же совет вселенной. Да? Лучшее для вас – никогда не дождаться, а второе – скорее умереть. Но даже лишний важничает твоей смертью. Потому что они считают, что жизнь представляет ценность. Золотустра знает, что сама по себе жизнь не представляет никакой ценности. Она представляет ценность только в походе за светом человеком. И когда она больше не в состоянии совершать этот поход, ее ценность спускается до ноля. Серьезно относится все к смерти, но смерть еще праздник. Еще не научились люди освещать самые прекрасные праздники. Совершенную смерть показываю я вам, которая для живущих становится жалом и обетом. Своей смертью умирает совершивший свой путь, победоносно окруженный надеющимся и дающими обетом. Вот о чем я вам говорил. Своей смертью умирает совершивший путь. Когда ваш путь закончен, вы должны умиреть. Когда вы больше не можете двигаться вперед, закончен ваш путь, и тогда вы должны умиреть. А не тогда, когда вы перестанете дышать по случаю или без него. Так умереть лучше всего. А еще умереть в борьбе и растратить великую душу. Потому что всякий, кто растрачивает великую душу, тот идет по мосту. Но как боющемуся, так и победителю одинаково ненавистна ваша смерть, которая скалит зубы и открадывается, как вор. И она подходит как господин. Да, смерть как результат случайности. Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть, которая приходит ко мне, ибо я хочу. И когда захочу я, у кого есть цель и наследник, тот хочет смерти вовыми для цели и наследника. С почтения к цели и наследнику больше не повесит он сухих венков в святилище жизни. Да. Если вы создали наследника, будь то ребенок или ученик, это не имеет значения. И он обгоняет вас, так как двигается быстрее вас, так как он на подъеме, а вы уже на спуске. Созатус говорит вам, вы должны закончить свою жизнь, иначе с вами произойдет страшное. Что? Когда он обгонит вас, а он обгонит вас, в вас возникнет зависть и дух мщения. Единственный способ избежать их, ибо обгон неизбежен, это добровольная смерть. По истине не хочу я походить на тех, кто сучит веревку. Они тянут свои нити в длину, а сами по этому пятятся. Иной становится для своих истин, и побед слишком стар. Беззубый род имеет уже право на любую истину. Каждый желающий славы должен вовремя проститься с почестью и владеть трудным искусством. Вовремя уйти. Да, да. Замечали ли вы, что... Давайте я снова наступлю на мину. Замечали ли вы, что все сказки заканчиваются там, где они заканчиваются, да? А потом наступает, и жили они долго и счастливо. Я про то, что они все время заканчиваются великим деянием. Вам не нужно видеть, что происходит потом, потому что потом ничего не происходит. Золушка женится на принца. Что ее ждет? Быт. Быт вам не показывает, это не сказка. Тисей вместе с аргонавтами плывет за золотым руном. Он добывает золотое руно. Но как он возвращается и живет с золотым руном, никого не интересует. Это не имеет значения. В принципе, в мифах точно так же. Ну, Тисей это как раз миф. Ну, вот, да. И в других мифах. То есть там просто как перечень событий. И все. Ну, да. Великих событий. И он исчезает. Не обязательно умирать, не исчезает. То есть, понише он должен умирать. Так он реально умирает. Если вы следуете нашей культуре, вот перед вами герой. Он герой, пока он совершает геройское. А потом он исчезает. С фразой «И жив он долго и счастливо». Вас это не интересует. Его нет. И он интересовал нас. Нет, это очень важно. Это потому что это зависит от того, как мы должны притоматить по главному. Если он все-таки, его нету, то убить здесь в метафорическом смысле, а не в прямом смысле идет речь. То есть, после того, как ты уже не можешь достичь своего пика, уходи и живи долго и счастливо, как жил тот. А какой смысл в этом жизни? Смотрите, смысл есть только в той жизни, в которой вы сами придали смысл. Вы сами придали ей смысл, вы говорите, я иду за сверхчеловеком. Когда вы уже не в силах идти за сверхчеловеком, не в силах развиваться... Вы уходите с моста. Нет, вы не уходите с моста, вы деградируете. И тогда вы становитесь посмешищем для своих собственных дел. Именно об этом говорит золотовство, когда говорит, смотрите, кое-кто стал даже беззубым для собственных истин. То есть, вы служите обровержением собственных достижений. Представьте аргонавта, который, значит, обнимает это золотое рано трясущимися ручками. Это не тот аргонавт, который убивал драконов. Зачем он нужен? Он больше не шаг на пути к сверхчеловеку, больше не мост. Он должен исчезнуть, он должен освободить землю. А вы сейчас хотите стать последним человеком? Нет, если вы хотите стать последним, с вами все в порядке. Все, важно жить в порядке. Чем дольше вы живете, тем... Еще раз, почему люди стремятся жить? Потому что жизнь – это ценность. Зато, что говорит им, жизнь – это не ценность. Сама по себе жизнь – это не ценность. Жизнь вне цели, жизнь вне движения к сверхчеловеку – это не ценность. Если вы не совершаете этого движения, нет никакого толка в вашем существовании. И более того, для вас лучше всего закончить на пике карьеры, чем ждать, пока вы скатитесь вниз, потому что смерть неизбежна. Чем лучше закончится на пике. Тем фактом, что вы послужите примером для остальных. Представьте, что вы встретили своего кумира, спустя 20 лет после того, как он перестал быть кумиром. Не служит ли он подсмешищем и карикатурой на себя самого? Смысл – это для того, чтобы не встречать этого, то есть как бы выйти. Но это из цикла… А представьте, что вы и есть этот кумир. И каждое утро вы смотрите на себя в зеркало и видите пародию на себя самого великого. Это же часть его учения о величии. Великие всегда умирают, потому что они никогда не сдаются, никогда не прогибаются. Но тот, кто прогибается, тот продолжает жить. И прогибаясь, отрицает собственное величие. Наполеон велик, потому что он умер. Македонский велик, потому что он умер. Представьте, если бы империя Александра Македонского развалилась бы при Александре Македонске. Но какой-нибудь Сула про это время, который сам писал, ушел с поста? Да, именно поэтому Цезарь сказал, что Сула – дурак. И видели, как он ушел с поста красиво? А чем вы решаете Ницше от проповедников смерти, если проповедует смерть? Отлично. Во-первых, Ницше за проповедников смерти, потому что лишние люди должны уйти. Но в отличие от проповедников смерти, которые проповедуют смерть всем, Ницше говорит, есть момент, когда вы должны жить, и момент, когда вы должны умереть. Этот момент, опять же, исторически детерминирован. В данной конкретной ситуации вы должны жить, у вас еще есть будущее. В другой ситуации у вас уже нет будущего. Нет смысла тянуть. Потому что вы лучше всех знаете, когда вы достигли своего пика, когда вы прошли его. Тогда вы просто обманываете себя. Впрочем, опять же, если вы спускаетесь вниз и спрашиваете меня, может ли быть так, что до 100 лет своей жизни я все еще буду двигаться к сверхчеловеку и преодолевать самого себя? Может быть. Речь не о физической старости. Кое-кто и в 20 лет достигает своего пика и после этого только деградирует. Сократ достиг свой пик, который в старости как раз. Да, да, да. И смотрите, ведь Сократ тоже знает, что дальше нельзя тянуть. То есть, как и Иисус. Представьте, что бы было, если бы Иисус выжил. Ну вот Иисус все-таки, он уходил, все-таки еще как-то. Не, не, не. Он бы тусовался со своими 12 друзьями. Они уже разлились, а он с ними тусует. Да, 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 да. Он бы тусовался со своими 12 друзьями. Представьте, если бы Моисей не умер. Даже в сказке про Моисея. До тех пор, пока Моисей жив, евреи никогда не придут в Египет. Да? Как только Моисей уминает на следующий день, он говорит, смотрите. И оно шел. Оно там. Надо предстать позволять себя есть, когда находят вас особенно вкусными. Знают те, кто хотят, чтобы их долго любили. Конечно, есть кистые яблоки, учесть которых ждать до последнего дня осени. Ну, о чем идти? К этому времени становятся они спелыми, желтыми и сморщинными. Одних сперва стареет сердце, других – ум. Иные бывают стариками в юности, но кто поздно юн, остается юным надолго. Иному не удается жизнь. Ядовитый червь елся ему в сердце. Пусть же постарается он, чтобы тем лучше удалась ему смерть. Иной не бывает никогда сладким. Он гниет уже летом. Трусость – вот что удерживает его на суку. Слишком многие и слишком долго весят они на своих сучьих. Пусть же придет боле и стряхнет с дерева все днилое и червивое. Пусть придут проповедники скорой смерти. Они были... Смотрите, это разница между... Видите, Нитша подчеркивает вам скорой смерти. Это разница между ними и проповедниками смерти. Но... Проповедники смерти говорят «умирай». Но не говорят «умирай скоро». Я, конечно, наступаю на мину и снова говорю вам. Помните старую, добрую... Ну, вы, наверное, слишком молоды для этого. Слоган Гранжа. «Живи быстро, умри молодым». И здесь тоже проповедники скорой смерти. Ну, получается, Нитша – это тот же самый проповедник смерти, просто он говорит, что... Заратусто – это проповедник смерти. Многие должны исчезнуть, конечно. Просто Нитша говорит, что как бы... Нет, не все, но моя отцовочка выживет. Те, кто достоин жизни, те должны жить. Все остальные должны умереть. Кто достоин жизни? Те, кто идут по мосту. Нет, отребье тоже достает жизни. Это он скажет потом. Подождите, еще нет главы об отребье. Еще не пришла ему мысль это в голову. Потом он скажет, действительно, окажется, что и отребье достойно жизни. Но эта речь обращена, в первую очередь, к ученикам. Не затягивайте. Простой народ всегда будет затягивать. У него свои ценности, но учеников загородствуют свои. Они были бы настоящей боей и потрясательной неделей в жизни. Но я слышу только проповедь ветерей смерти и терпений ко всему земному. Да, вы знаете, что 20 век полон проповедниками скорой смерти. Полон проповедниками войны и смерти во имя государства. Скорее умри во имя государства, чем живи во имя самого себя. Это говорят и справа, и слева, и сверху, и снизу. И все идут и умирают. Лишь бы умереть за государство лучше, чем жить ради себя. Потому что государство решит за тебя твою судьбу. Ну, потому что государство – это все, а ты – это ничто. Твой народ – это все, а ты – это ничто. Твой коллектив – это все, а ты – это ничто. Ну, это великая ложь, которую государство вливает людям в уши. Ах, вы проведуете терпение к земному. У этого земного вот у кого слишком много терпения к вам. Вы издоречивые. Поистине Стижка Морана умер тот иудей, который учтут проповедник немедленной смерти. И для многих стало с тех пор роковым, что он умер Стижка Морана. Мы говорили об этом в самом начале. Золотовство уходит в свое одиночество и 10 лет сидит там, хотя он уже пепел. Можно просто идти тот иудеет. Так я о чем вам и говорю. Иисус умер слишком рано. Если бы он подождал 10 лет и посидел в пустыне, он бы научился любить жизнь, как золотовство. И вернулся бы из пустыни, как золотовство с горы. Но он был слишком молод. Он еще не почувствовал вкус жизни. В конце концов, он даже женщины не познал. И потому он так легко расстался с жизнью. Потому он так легко против нее говорил. Золотовство расстроен тем, что Иисус умер слишком рано. Потому что Иисус, как и золотовство, это пророки. И он бы мог пророчествовать лучше, если бы он немножко потерпел. Он знал только слезы и уныния иудеев. Да, это отличная фраза, если я не ошибаюсь, гегелианская. Вы можете увидеть раз или два, как Спаситель плачет, но вы никогда не видите, как Он смеется. Иисус никогда не смеется. Он только рыдает. Это проблема Библии. Он не радуется жизни нигде в Библии. Он только рыдает. Жизнь для Него слишком тяжела. Естественно, если твой Батя Бог, жизнь будет тяжела. Это не может превзойти Его. У всех и так комплекс Отца, а Он еще и Бог. Это десятое дело. Я снова наступил на мину. Извиняюсь. Речь о том, что Иисус должен был научиться любить жизнь, но не сделал этого. Не смог сделать этого. И потому все Его учение казалось отравленным. Все Его учение казалось отравительным. Так как Он видел мир как страдание, все Его ученики начали видеть мир как страдание. И Сократ не любил жизнь. Сократ не любил жизнь. Смотрите, они оба совершили ошибку. Иисус не любил жизнь. То есть не научился любить жизнь. А Сократ тогда? А Сократ научился любить жизнь. Любил ее до самого конца. Тогда в чем его ошибки? У него нет ошибки. Он не ошибся. Тогда почему не ошибся? Потому что проповедовал он ровно то, что подготовило приход Иисуса. Сократ не ошибся. Он родился неудачником. Я хотел вам сказать следующее. Если вы откроете Антихриста, вы найдете там следующую фразу. Христиане не поняли посылу учения Христа. Когда Христос сходит на крест, что Он делает? Что Он тем самым... Что это за акт? Что Он делает по отношению к остальным людям? Искупает их грехи. Да. Иными словами, что сделал Христос? Он сделал всех безгрешными. Иными словами, что вы можете делать? Все. Наслаждаться жизнью. Да. Потому что теперь вы по определению безгрешны. Но христиане не поняли этого. Павел не понял этого. Потому что Павел, в принципе, ненавидел жизнь. Если Иисус просто не познал ее, то Павел ее ненавидел. И поэтому они извратили его учения так, чтобы христиане страдали, как Иисус. Он освободил их от страданий. А вместо того, чтобы освободиться, они начали сами страдать. Собственно, Иисус – это единственное имя во всей книжке. Прямо Затустова, конечно же. Вместе с ненавистью добрых и праведных людей Иисус тогда напал на него тоска по смерти. Зачем не остался он в пустыне и вдали от добрых и праведных? Да. Как созидающий Иисус стал врагом фарисеев. Но он был слишком молод для созидающего и не смог вынести давление. Быть может, он научился бы жить и научился бы любить землю и смеяться при том. И этим не, братья мои. Он умер слишком рано. Он сам отрекся бы от своего учения, если бы достиг моего возраста. Достаточно благороден был он, чтобы отречься. Но не зрелым был он еще. Да, он бы пережил приглашение духа еще раз. И сбросил свое учение. Сам Ниша, я не помню в какой именно из своих произведений, скажет буквально следующее. Мы опровергаем свои мысли и смеемся над ними. Но спустя время мы опровергаем то, что опровергали, и снова смеемся. Круг опровержения, круг преодоления бесконечен. И Иисус, как созидающий, смог бы точно так же, если бы не умер слишком рано. Но не зрелым был он еще. Не зрелый любит юношу и не зрелый ненавидит на человека и землю. Еще связаны и тяжелы его душа и крылья мысли. Но мужчине больше от ребенка, чем юноша, и меньше уныния. Лучше понимает он смерть и жизнь. Свободный к смерти и свободный к смерти, говорящий священное нет, когда нет уже времени говорить «да». Так понимает он смерть и жизнь. Пусть не будет ваша смерть хулой на человека и землю, друзья мои. Этого прошу я умер до вашей души. Ваши смерти должны еще горить ваш дух и ваши добродетели, как вечерняя заря над землей. И если смерть плохо удалась вам. Так хочу я сам умереть, чтобы вы, друзья, ради меня еще больше любили землю. И землею хочу я вновь стать, чтобы найти отдых у той, что меня родила. Да, ну опять же, перезашевывать земли, вы понимаете откуда это. Золотухство говорит, я сам должен быть для вас примером, умереть вовремя. В следующей главе, в конце следующей главы он скажет, тот, кто уходит, уходящий пророк, должен умирать. Вы мои ученики, я вас воспитал, пришло мое время умереть. Но я не хочу умирать. Я хочу увидеть, что из вас получится, и он не станет умирать. Когда во второй части он увидит, что они ничего не достигли, что они не смогли пройти путь к сверхчеловеку, о котором он говорит, что они соблазнились современными учениями и приняли его учение за современное, что само его учение отравлено духом мщения, он скажет, хорошо, вы не получились, я должен сделать все сам. И тогда произойдет третья часть. Поистине была целью Заратустра, он бросил свой мяч. Теперь будьте вы друзья наследниками моей цели, вам бросаю я золотой мяч. Да, была, все, в прошедшем времени. Он должен был найти учеников, он нашел их, теперь их очередь. Больше всего люблю я смотреть на вас, мои друзья, когда вы бросаете золотой мяч. Поэтому еще немного задержусь и на земле простите мне это. Так говорит Заратустра. Мое время уйти пришло, но я еще задержусь. В главе 2.1 Заратустра прямо скажет, что он еще не достиг своего пика и у него еще есть, что дать людям. Наконец, последняя глава первой книги. Глава о воле к власти. Глава о безымянной добродетели, которую Заратустра называет «дарящей добродетелью». Вспоминайте сразу Солнце и первую главу, которую мы читали. Солнце обладает дарящей добродетелью. Оно отдает все, что у него есть и не беднеет. Как соединить понятие воли к власти с понятием дарения? Метафора Солнца здесь подходит. Солнце все расставляет на свои места. Солнце всему дарит его место. Но этот дар происходит с помощью воли к власти. Вы принуждаете все встать на те места, на которые оно должно встать. А это не выявлено. Конечно, насилие, насилие, естественно. И это и есть ваш дар. Дарящая добродетель, следовательно, это добродетель, который ведет вас к захвату мира. Заметьте, Заратустра ничего не берет у своих учеников. Он дает им все, что они знают. Но то, что он дает им, это его цель. То, что он делает с ними, он подчиняет их себе. Видите, это и есть его воля к власти. Теперь должны они идти за его целью вслед, не за собственными. Ну что же, давайте посмотрим, что говорит Заратустра в этой последней главе. Когда Заратустра простился с городом, которому был предан сердцем, имя которого было Пестрая корова, последовали с ним многие, называвшие себя его учениками. Видите, это конец арки. Заратустра начинает в городе Пестрая корова и заканчивает тем, что уходит из него. Угу. Называвшиеся его учениками составили его свиту. Так дошли они до перекрестка. Тогда Заратустра сказала ему, что дальше он хочет идти один, ибо любит ходить в одиночестве. Ученики, извиня прощения, подали ему посох на золотой ручке, которого была змея, обливавшаяся вокруг солнца. Золотой посох. Ну, золото, понятно, символ солнца. Это ничего страшного. Символ дарения, символ богатства. Золотой посох, в котором змея обливается вокруг солнца. Видели ли вы такой посох? Видели ли вы этот символ, змею, обливающуюся вокруг солнца? Чаще теперь она обливается не вокруг солнца, но это все тот же языческий символ. Вокруг, чаще. Заратустра лекарь и посланник. Посланник. Ну, Гефест посланник богов, да? А, Гермес. Гермес, прошу прощения. Да, что-то я сошел с ума. Гефест, это же... Кузнец. Кузнец, да, 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 спасибо. Заратустра обрадовался посоху и оперся на него. Затем он так говорит своим ученикам. Скажите мне, как достигло золото высшей ценности? Тем, что оно необыкновенно и бесполезно, и блестяще, и мягко в своем блеске. Оно всегда дает себя. Только как отражение высшей добродетели достигло золота высшей ценности. Смотрите, оно необыкновенно и бесполезно. Не думайте, что тот факт, что вы предали миру смысл, имеет какую-то полезность. Неправда, сосед придаст ему совершенно другой смысл. Только как отражение высшей добродетели достигло золото высшей ценности. Как отражение высшей добродетели. Что это за добродетель вы знаете? Подобно золоту светится взор даящего. Блеск золота заключает нервность с Луной и Солнцем. О, это будет целая глава про Луну и Солнце. Я могу лишь забежать вперед и сказать вам, вы же знаете, чему служат символ Луны и Солнца. Да, 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 да. И кто против него воюет, и почему он против него воюет. Отлично. То есть тот, кто дает, и тот, кто воспринимает. Необыкновенно высший добродетель и бесполезно. Бесполезно. Воля к власти не утилитарна. Она не несет никакой пользы ни для кого. Светящая она и мягка в своем блеске. Дарящий добродетель есть высший добродетель. Время я разгадываю вас, мои ученики. Вы стремитесь подобно мне к дарящим добродетелям. Кто может у вас быть общего с кошками и волками? В том жажда вашего, чтобы стать жертвой и даянием. Потому вы и жаждете сложить все богатства в свою душу. Ненасытно стремится душа ваших сопровищам и драгоценному, ибо ненасытно добродетель ваших желаний дарить. Вы притягиваете все вещи к себе и к себя. А да, откуда... Это описание того, откуда возникает философия. Чтобы обратно текли они из родника вашего, как дары вашей любви. Да, философ вбирает в себя весь мир с помощью воли к власти. Он изменяет его и потом раздает всем остальным, внушает всем остальным, что мир таков, каков он его видит. Он дарит этот новый мир всем окружающим. И чем выше его воля к власти, чем она сильнее, чем она больше, тем большее влияние имеет его новая картина мира. Почему мы не будем говорить о воле к власти? Потому что, как я сказал, она упоминается тут редко. И более того, этому посвящен отчасти наш стандартный курс. Вот там мы будем разбирать определение воли к власти и подходы к определению воли к власти. Здесь же давайте ограничимся тем, что говорится. Если у вас нет вопросов по поводу воли к власти, потому что вы это явно знаете больше, чем остальные. Поистине в грабителя всех ценностей должна обратиться такая дарящая любовь. Но здоровым и священным называю я это себя любви. Все-таки источником воли к власти является себелюбие. Попытка подчинить себе весь мир – это эгоистическая попытка. В нем нет ничего альтруистического, в нем нет ничего утилитарного, в нем нет ничего для других. Как мы и говорили, новое учение – это учение, которое говорит, что все исходит из человека и возвращается в человек. Есть другое себелюбие. Чересчур бедное, голодающее, которое всегда хочет красть. Себелюбие больных, больное себелюбие. Глазом вора смотрит оно на все блестящее. Алчностью голода примиряется оно к тому, кто обильно ест, и всегда шныряет оно вокруг стола дарящих. Болезнь говорит об этой алочности и невидимое вырождение. О химон теле говорит о воровской алочности этого себелюбия. Достаточно. Золотустов говорит, что его мораль располагается между двумя полюсами – утилитаризмом с одной стороны и гедонизмом с другой. Его учение не приватно, но оно и не существует ради массы. Где-то посередине. Скажите мне, братья мои, что считается у нас худым и наихудшим? Неврождение или? Мы всегда угадываем вырождение там, где нет дарящей души. Вверх идет наш путь от рода к сверхроду. Но ужас для нас – то вырождающееся чувство, которое говорит «все для меня». Ну, все для меня, естественно. Христиане говорят, что весь мир создан для них. Вверх летит на хочувство. Оно есть подобие нашего тела, подобие возвышения. Подобие этих возвышений – суть имена добродетелей. Так похнеет тело через историю, становящиеся и борющиеся. А дух, что он ему? Глашат ли его битв и побед товарищи отзвук? Подобие – все имена добра и зла. Они не выражают, они только намекают. Нет и не бывает благородных людей, ибо нет людей, нет личностей. Давайте я договорю. Но бывают благородные страсти и безродные страсти. Человек как клубок страстей. Почему нет личностей? Потому что личность переходит вместе с христианством. Ее нет до христианства, и она должна исчезнуть после христианства. Нет человека как индивида вне христианства. И когда христианство исчезнет, должен будет исчезнуть и индивид. А, единение с миром. Подобие – все имена добра и зла. Они не выражают, они только намекают. Саметьте, в тысяча одной цели он говорит – нет ничего сильнее добра и зла. Теперь он говорит – нет, сами добро и зло – только отзвук. Безумец, кто хочет от них знания. Будьте внимательны, братья мои. Каждому часу, когда ваш друг хочет говорить подобиями, вот где исток вашей добродетели. Да, подобиями значит нерационально. Золотустон – нерационалист. Тогда возвысилось ваше тело и воскресло. Своей отрадой восхищает оно дух, так что он становится творцом и ценителем, и любящим, и благодетелем всех вещей. Когда ваше сердце бьется широко и полно, как бурный поток отрады и опасности для живущих рядом. Вот исток вашей добродетели. Когда вы возвысились над похвалой и порисанием, ваша воля, как воля любящего, хочет приказывать всем вещам. Вот исток вашей добродетели. Да, вот исток дарящей добродетели. Желание приказывать всему. Приказывать всему – значит быть господином над всем. Когда вы презираете удобство и мягкое ложе, и можете лечь не слишком долго от мягкотелок, вот исток вашей добродетели. Когда вы хотите единой воли, и эта перемена всех потребностей называется у вас необходимостью, вот исток вашей добродетели. Поистине, она есть новое добро и слово. Поистине, это новое глубокое журчание и голос нового источника. Властью является она, это новая добродетель. Господствующей мыслью является она, а вокруг нее мудрая душа, золотое солнце, а вокруг него змея познания. Змея познания, да. В поту сторону добра и зла Нейши прямо скажет, что существует несколько форм воли к власти, и среди них есть самая духовная форма воли к власти. И самая духовная форма воли к власти выражается философией. Тот, кто хочет достигнуть пика воли к власти, тот обязательно становится философом. Кому предписывают свою волю господин, своим рабам? Кому предписывают свою волю инженеры, зданием, которое он создает? Кому предписывают свою волю козапас? Козам, но философ предписывает свою волю миру. Всему целиком и без остатка. Напоминаю вам снова, вокруг кого вращается мир? Вокруг Бога. Как вокруг героя все становится страгедией, вокруг Бога все становится миром. Только Бог упорядочивает все вокруг так, что из этого создается мир. Только философ своей волей к власти создает мир, упорядочивая все вокруг себя. На этом заканчивается первая часть того, что уговорит Заратусство. Первая часть этой речи. Здесь ненадолго умолк Заратусство, если болью смотрел на своих учеников. Затем продолжал он так говорить, и его голос его изменился. Заратусство дает им напутствие, вместо того, чтобы объяснять, что такое философия. Оставайтесь верны земле, братья мои, всей властью вашей добродетели. Пусть ваша дарящая любовь и ваше познание служат смыслу земли. Об этом прошу и заклинаю я вас. Не позволяйте добродетели вашей улетать от земного и биться крыльями о вечной стены. Наступит момент, когда сам Заратусство поднимется от земли, потому что он поймет, что ученики не могут не делать этого. И когда он поднимется от земли, он превратит себя в небо. У земли должна быть антитеза. У земли должен быть противник. Небо. Но это небо не должно быть тем небом, каким оно было до сих пор. Это небо должно быть небом Заратусства. Да, Заратусство предупреждает их. Я покидаю вас. И, соответственно, высок шанс, что вы побежите назад к поднебесью, к потустороннему миру, к вечной жизни, к правде, истине и бытие, висящим над нами. Не позволяйте добродетели ваши улетать от земного и биться к лиме от вечной стены. Ах, всегда было так много улетевшей. Добродетели. Разращайте, как я, улетевшую добродетель обратно на землю. Да, обратно к телу и жизни, чтобы она дала смысл земле человеческий смысл. Да, никакого идеализма хватит за зруста с твоим ученикам. Сотни раз улетали, избивались с пути как дух, так и добродетель. Ах, в нашем теле и тебе живут все эти грезы и ошибки. Плотью и волей сделались они. Сотни раз делали попытку и до сих пор заблуждались как дух, так и добродетель. Да, попыткой был человек. Как много невежества и заблуждения сделалось с нас плотью. Достаточно. Человек до сих пор был попыткой. Теперь, когда мы поняли, что существует дарящий добродетель, человеку пришло время стать проектом. О том, как именно человек станет проектом, вы можете посмотреть том 5, страница 74, параграф 62, 63, и том 6, страница 111, параграф 4, страница 235, параграф 4. Мы уже не будем этого делать. Не только разум тысячелетий, так же и безумие и их прорывается в нас. Опасно это быть наследником. Ницше скажет об этом обязательно. Это связано с телом и наследием тела. Все тайные мечты отца выражаются в сыне. Все, что знает ваше тело, оно знает от предков. Поэтому, скорее всего, если ваше тело плохое, плохими были ваши предки. Еще боимся мы шаг за шагом с исполидом случаем. Человек должен стать проектом. Это значит, что случай должен быть побежден. Над всем человечеством все еще стоит неразумение и отсутствие смысла. Пусть послужит ваш дух и ваши добродетели братья мои и смыслу земли. Пусть будет ценность всех вещей выносим установлен на вами. Поэтому вы должны бороться. Поэтому вы должны созидать. Познавая, очищается тело, приобретая опыт познания, оно возвышается. Я познающего священно все побуждения. Душа возвышившегося становится радостной. Врач, помоги себе сам. Я напоминаю апостолхи вам. Так поможешь ты и своему больному. Было бы лучшей помощи для него, чтобы увидел он своими глазами того, кто сам себя исцеляет. Но это все еще о дружбе. Для друга должны быть вы золотым исполином. И для этого вы должны сами себя исцелять. Есть тысячи троп, по которым никогда не ходили. Тысячи здоровьи и скрытых островов жизни. Все еще не исчерпанный, не открытый человек и земля человека. Да, это значит, что у человека нет идеала. И потому каждый идеал, который может быть создан, может быть создан. бодрствуйте и прислушивайтесь, вы одинокие. Слышными взмахами крыл прилетает из будущего ветра и до тонких ушей доносится добрая весть. Вы сегодня одинокие, вы изгнанники. Однажды вы должны стать народом. От вас, избравших самих себя, должен произойти избранный народ и от него сверхчеловек. Да, от вас, избравших самих себя, должен произойти избранный народ и от него сверхчеловек. Поистине местом выздоровления должна еще стать земля. И уже окружена она новым благоуханием, приносящим исцеление и новой надеждой. До этого момента все недовольные говорили, что мир плох, мир несправедлив, мир труден и потому хотели лучшего мира, создавали лучший мир, придумывали лучший мир, вечный мир. Зоротустро гениален в своей диалектике. Он переворачивает перспективу. Мы недовольны, но это не мир плох. Это мы плохи. И потому мы не мир должны менять, мы себя должны менять. В нас проблема. Вот почему человечество должно измениться. Но оно может измениться со временем, а должно изменять само себя. Потому что измениться со временем значит измениться случайно. То есть напоминаю вам, перспектива наконец-то переворачивается. Это просто и простой и абсолютно понятный ход. Та же проблема, просто другой взгляд. Тоже недовольство миром, только теперь это недовольство собой. И соответственно решение проблемы не в том, чтобы умереть и поскорее избежать, а в том, чтобы работать над собой и измениться. Он сказал им наконец одарящие добродетели. Сказал им, что мир создается волей к власти. Затем он дал им напутствие. Не бросайте моего учения, не скатывайтесь в идеализм. Будьте врачами для самих себя, ибо меня никогда не получится так, что я всегда буду с вами рядом. Поэтому вы должны стать врачами для самих себя. Будьте избранным народом и родителями избранного народа, который будет прародителем сверхчеловека. Что же за последняя его мысль? Один ухожу я теперь, ученики мои, уходите теперь и вы, и тоже одни, так хочу я. Поистине я советую вам уходить от меня и защищайтесь от Заратустра. Еще лучше стыдитесь его, быть может он обманул вас. Человек по знанию должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей. Плохо отплачивает учитель тот, кто всегда остается только учеником. Да, плохо тот ученик, что не предал учителя. И почему не хотите вы ощипать венок мой? Вы почитаете меня, но что если однажды падет подсчитание ваше? Берегитесь, как бы кумир не убил вас. Вы говорите, что верите Заратустру. Запомните эту фразу. Но что толку Заратусты? Вы верующие в меня, но что толку во всех верующих? Последнее, что говорит им Заратустра, они должны преодолеть Заратустру. И учение Заратустра. Они не должны быть слепыми верующими, Заратустру не нужны верующие. По ту сторону добра и зла это выразиться отличной формулой. Так что же, учение о воле к власти это тоже интерпретация мира? И значит оно тоже может быть преодолено другой интерпретацией? Что ж, тем лучше. То есть Нища уже готов к возможному прожить? Нет. Учение о воле к власти подразумевает, что всякое учение является интерпретацией. И вопрос интерпретации это вопрос воли к власти. Иными просто обладает большей волей к власти и укладывается в учении о воле к власти. Что ж, тем лучше. Вы доказываете точку зрения Ницше, опровергая Ницше. Жизнь это загадка. Даже в учении Ницше не может быть полным и полноценным. Оно должно лишь указывать вам на загадку. Ницше не хочет, чтобы появились ничианцы. Потому что это бессмысленно. Ницше не хочет, чтобы появились последователи. Ницше хочет, чтобы появились новые философы. Ницше хочет, чтобы появился избранный народ. Избранный народ не будет следовать за Ницше. Избранный народ не будет разделять ценности Ницше, ибо всякие ценности есть временные ценности, и они будут сдвигаться. Если Ницше воюет против церкви, против демократии, против социализма, это не значит, что избранный народ будет воевать против церкви, против демократии и социализма. Но это не значит, что избранный народ и будет сторонником церкви, демократии и социализма. А я не знаю, какой бульс народ такой... Главное, что это обязательно изменится. Давайте дочитаем. Вы еще не искали себя. И вот вы нашли меня. Так поступают все верующие, поэтому всякая вера так мало значит. Если в начале, в предисловии, в конце предисловия золотовство говорит «они пойдут туда, куда я скажу», «они действительно должны пойти туда, куда он укажет, к учению воли к власти. Но это учение заставит их разойтись во все стороны». Теперь призываю вас потерять меня и найти себя. И только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам. Поистине, другими глазами, братья мои, буду я тогда искать утерянных вною. Другой любовью буду я тогда любить вас. И однажды вы будете стать моими друзьями и детьми единой надежды. Тогда я захочу в третий раз быть среди вас, чтобы отпраздновать с вами Великий Полдень. И это проблема, потому что быть в третий раз и отпраздновать Великий Полдень, это значит спуститься вниз в третий раз и подойти к Великому Полдню. Открываем четвертую часть. Самый-самый конец. «В чем мой последний грех?» Воскликнул золотовство, гневно рассмеялся над собственным словом. «Что же осталось мне, как мой последний грех?» Еще раз золотовство погрузился в себя, опять сел на большой камень и предал все мысли. Вдруг он скачил. «Сострадание, сострадание к высшему человеку!» воскликнул он, и его лицо стало как медь. «Ну что ж, этому было свое время. Мое страдание и мое сострадание, что в них толку? Разве я стремлюсь к счастью? Я стремлюсь к моему делу. Ну что ж, лев пришел. Мои дети близко. Золотовство созрел. Мой час настал. Это мое утро. Брежет мой день. Вставай же, вставай, Великий Полдень!» «Так говорил Золотовство и покинул свою пещеру, сияющий и сильный, как утреннее солнце, поднимающийся из-за темных гор». Четвертая часть, в конце первой части, уже показана, уже есть. «Когда Золотовство спустится к ним в третий раз, наступит Великий Полдень!» «Но мы видим, как Золотовство спускается лишь дважды. Так что четвертая глава вписана в первую, то есть это не случайность. Мы не видим Великого Полдня. Это проблема. Что такое Великий Полдень? Что такое Полдень? Чем отличается Полдень от остального времени в нем? Нет, сексуально. Нет тени. Тени исчезают в Полдень. Тень должна исчезнуть. Человек должен стать полностью понятным. Когда он станет полностью понятным, тогда наступит Великий Полдень. Когда психология, когда физиология, когда всякая наука о человеке достигнет своего предела и знание о человеке станет полным, тогда наступит Великий Полдень. И вы угадаете, что наступит после него? Великий Полдень. Закат. Но Великий Полдень еще не наступил, и он не наступает, так говорил Золотовство, даже в четвертой части. Полдень. Да, Полдень – это когда Солнце находится в зените. То есть нет никакой тьмы. Помните, я начал с этого. Солнце – это то, что ставит все по своим местам. И там, где есть тьма, там есть место для пустоты, там есть место для непонятного. Но в Полдень нет теней и нет никакой тьмы. Но в Полдень – это середина пути. Конечно, а после этого закат. Это середина пути между зверем и сверхчеловеком. То есть это середина моста. Только когда человек станет понятен до конца, можно будет понять, как с ним сделать то, что мы хотим из него сделать. Дальше только закат. Дальше только закат, да. То есть чем дальше мы будем двигаться, тем снова меньше мы будем понимать человека, потому что он будет меняться. То есть мы достигаем пика знания человека и говорим, человек должен измениться, он должен двигаться к сверхчеловеку. И так начинается закат человека. Когда закат человека наступит, появится сверхчеловек. А потом будет вечное возвращение. Но про вечное возвращение мы никогда не почитаем. Почитаете главу о вечном возвращении, и вы поймете, о чем говорит Заратустра. Для Максима Провича я специально отмечу, кто говорит нам прямым текстом доктрину вечного возвращения. Ведь не Заратустра, а Заратустра говорит, что это видение и загадка. Там нет доктрины. Кто говорит в книжке эту доктрину? Кто излагает ее? В конце третьей части ее излагают животные из золотусты. И обратите внимание, золотусты их не слышат. Сначала он смеется над ними дважды и качает головой, а потом он просто перестает их слышать. Иными словами, ту доктрину, которую они выдают за доктрину вечного возвращения, он не принимает. Поэтому ту доктрину, которую вы знаете как доктрину вечного возвращения, скорее всего, это не настоящая доктрина. Это проблема. Но мы с вами никогда этого читать не будем, так что вас это не касается. Итак. Великий полдень, когда человек стоит в середине своего пути между зверем и сверхчеловеком и празднует свой вечерний путь, как свою высшую надежду. Ибо это путь к новому утру. И тогда, идущий к закату, сам благословит себя за то, что был он переходящим, и солнце его познания будет стоять в зените. Умерли все боги, теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек. Такова должна быть однажды, великий полдень, аж на последней воле. Так говорит Заратус. Да, Заратус перестает быть учителем и снова становится отшельником и учеником. Еще раз дарящий добродетель вы можете увидеть в третьей книге десятой речи. Да, в третьей книге десятой речи. Отлично. Умерли все боги. Смотрите внимательно. Уже не умер бог, умерли все боги. Что это значит? Это значит, что мы не можем вернуться назад до христианства. Все боги мертвы. Даже его? Даже Дионис, да. Дионис – это мертвый бог, разорванный на части бог. Нельзя вернуться к идеалам. Почему? Потому что идеалы убивают креативность. Идеалы говорят, все так и есть, и иначе быть не может. Если боги создали мир, это Заратус скажет в следующей части. Его нельзя любить, потому что он уже создан. С ним ничего нельзя сделать. Его нельзя презирать, и потому его нельзя любить. Он уже ограничен. Все уже стоит на своих местах. Но после того, как все боги умерли, этот мир мы можем создать таким, каким его захотим. И именно это Заратус говорит своим ученикам сейчас. Движение вверх – это создание мира. Возможно, именно потому, что нет не просто одного бога, который умер, христианского бога, но всех богов. И более того, всех идеалов. Потому что бог в данном смысле значит не только некая выдуманная сущность, но и всякий идеал. Все. На этом, если у вас нет вопросов, мы останавливаемся. Вот вы говорите, что в первой части 22 главы. Но если мы... Да, да, я знаю, я знаю. Я знаю, знаю, знаю. Вы не поверите. Когда я об этом прочитал, я тоже подумал, что это мухлёж. И это реально мухлёж. Но зачем он нужен? Чтобы выкинуть четвертую часть. То есть сказать, в первой части 22 главы, во второй 22 главы, и в третьей тоже 22 главы, а в четвертой нет. Вы видите сквозь волю к власти и говорите, да, это всего лишь трактовка. То есть, почему это не было сделано, здесь не было сделано, там? Я рад, что вы заметили. Еще какие-нибудь вопросы? Ну, здесь, в этой части ни разу не было в конце сказано, ну, то есть, наоборот, не сказано, что так говорил Заратурский. Сказано в конце. Нет, то есть везде сказано. Да. То есть не было в конце сказано. Как это так? Да, да, прошу прощения. Две главы во второй части и две главы в третьей части. Я вас обманул, извиняюсь. То есть в первой части везде так говорил Заратурский. Во второй главе два раза такая формула отсутствует. В третьей главе два раза такая формула отсутствует. В четвертой части восемь раз. Спасибо, что заметили. Продолжение следует.